кто владелец дома кто хозяин вы как вас зовут новый дом по какому случаю позвали нас новый дом новоселье смотрите какое хорошее мышление у человека новый дом он решил пригласить преданных чтобы они рассказали харикадху провели киртан я смотрю что дети вас тоже преданные вся семья хорошая просят грудок остальных членов семьи зайти в комнату чтобы они показались в наших шахтах говорится детишки слушайте внимательно говорится что если в доме собираются преданные проводят киртан то это уже не просто дом а дома обитель господа независимо от того живем вы дома или в лесу что нужно делать всегда хри боли дака всегда повторять имена господа воспевать имена богована правило следующее когда садху приходит ваш дом нужно что-то дать им и что-то взять у них что же это что дать и что взять дайте садху все что неблагоприятное грязное нечистое а что возьмите от них бхагаван при приму к бхагавану бхакти какие нечистые чистое какие нечистые аспекты нужно отдать садху их четыре первое не играть в азартные игры не играете второе не принимать нечистые продукты сигареты то что содержит кофеин другие одурманивающие вещества спиртные напитки этого пожалуйста избегайте не нужно употреблять алкоголь употребляется такие нечистые продукты честно говорите не употребляется когда вы употребляете такие неблагоприятные продукты это может вызвать даже рак а канцер рак но ансер нет ответа то есть нет лечения поэтому будьте очень осмотрительные чтобы неблагоприятные нечистые продукты не привели к заболеваниям избегайте их есть так много чистых продуктов которые можно принимать в пищу употребляйте их избегайте нечистого многие кто употребляют неблагоприятные продукты имеется ввиду скорее всего курение страдают потом мраком горло проблемы с дыхательными путями поэтому будьте осторожны избегайте нечистого есть разные магазины где продаются то чего мы избегаем обходите их стороной иначе в том числе и зубов можете лишиться также не употребляйте спиртное избегайте и чаю постепенно отказывайтесь и от чая есть так много других напитков полезных для здоровья употребляйте их а не чай используйте то что поможет вашему здоровью они разрушат его также отказывайтесь постепенно от мяса рыбы и яиц лук чеснок тоже нужно ставить кушаете лука чеснок временами нет спрашивать кто там брат а а кантемалы где тилок где шея должна быть украшена кантемалами и и тилоки должны стоять также как сендур у замужней женщины тилоки мы ставим не просто пылью а пылью со стоп гопи привезенной из два руки кроме того тилок это кто это символ брамы вишню и махеша также это отпечаток лотосной стопы господа где вертикальная линия а внизу листик тулуси также как листик тулуси мы предлагаем стопам господа также мы и ставим телок подобным образом даже сам господь как ставят телоки нет изображений нету у господа вертикальный телок ордхва пундра господь рамачандры как ставят телок тоже ордхва пундра вертикальный телок поэтому по их примеру мы также ставим вертикальный телок я украшаюсь по пылью со стоп в раджа копи привезенной из два руки делок не надо ставить просто точечкой это неправильно будете также вращаться как эта точка в материальном мире ставьте вертикальные телоки и также обязательно носите канцемалы если у вас будут канцемалы тилок то вас не заберет в ад я вам махарадж сказал своим посланникам преданных в ад не забирать химадоты сказали а как мы узнаем кто преданный кто нет я махарадж объяснил что есть два вида собак домашний и бездомные как их отличить у домашних есть ошейник а у бездомных ошейника нет они просто скитаются и любой может их обидеть ударить а воткнуть собаку который есть хозяин уже не получится иначе придется потом расплачиваться за это поэтому когда мы носим канцемалы мы принадлежим к господу латы телоком насти на шее должны быть на лбу должен быть телок на шее должны быть канцемалы тогда можно будет опознать вас как преданного некоторые думают зачем все это нужно четки зачем можно же в уме повторять однако нет например вот сидят женщины мы можем понять что они замужние как у них есть сендор мангала сутра другие признаки замужества по которым мы определяем что у них есть супруг если жена вдруг скажет да зачем мне синдору ставить чем нет другим показывать что ты у меня есть как муж муж будет рад таком таким словам нет он начнет ругаться женой если мы прикладываем столько усилий даже для обычных мужчин мирских мужей которые не наши вечные супруги то почему мы не прикладываем усилий для нашего вечного супруга для господа другой пример пока ребенок не оденет школьную форму его даже к занятиям не допустят и канцемалы телоки поток не такой шкорной форме поэтому обязательно нужно и тилоки ставить и канцемалы носить иначе ямадуты заберут вас куда они заберут капиладев рассказывает своей матушке что потом придется пересекать тяжелые условия ведь ямадуты как-то забирают душу в ад они как бы бросают петлю на шею этой души тащат ее йоджины километры по раскаленному песку а затем что происходит затем душе нужно попытаться пересечь реку в этой ранее которая состоит из мочи нечистот крови плоти и так далее в барате в индии принято что когда человек оставляет тело потом 13 дней есть особое правило почему читали в городе паране там все описано описано как эту реку из нечистот душа пытается пересечь течение 13 дней и как она пересекает при этом я еще кусают бьют затем ее мучение не заканчиваются согласно тем действием которые душа совершала ее отправляют в один из или в несколько из видов ада x64 тот кто жарил невидных живых существ тоже сам помещается в огонь его поджаривают если кто-то убивал живых существ его разрезают кого наказывают тех у кого нет канцемал и кто не украшать и кто не украшает свое тело тилоками кто не повторяется то имя на четках их так наказывают но если у вас есть тилок и канцемалы то ямадуты посланники бога смерти поймут что вы не бездомная собака у вас есть хозяин господин господь он уже будет с вами разбираться поэтому обязательно ставьте тилоки и носите канцемалы нормальный тилок ставьте не просто точечку чтобы не вращаться в этом мире а вертикальный телок по примеру господа такой же как у него и используйте для этого пыль со стоп враджа вази враджа копи то есть копи чандан кроме того воспевайте пожалуйста святое имя старайтесь выделять время чтобы садиться рядом с таку раджа и уделять ему время ведь вы проводите так много времени исполняем мирские обязанности а для господа тоже нужно время выделять садитесь поэтому воспевайте святое имя харе кришна махамантру непременно повторяйте святое имя на четких вы слышали уже катху отряд храма на прабу что происходит после смерти история когда садху сказал царю возьми с собой пожалуйста в рай иголочку зачем у тебя там в москитной сетке дырочка ее нужно будет зашить иначе комары тебя будут кусать так как я возьму с собой иголка после смерти у садху что ты такой говоришь тогда святое ответил а если ты не сможешь взять с собой иголку зачем ты так много усилий прикладываешь для управления царством для мирских обязанностей если ничего из этого ты с собой не возьмешь даже иголку во время после смерти что происходит тела умершего несут четыре человека и повторяю что только имена рамы истина только имена гопала истина арам нам садхи все остальное ложный поэтому только имена господа рамы кришна которые мы повторяем отправиться с нами дальше ничего иное даже иголка мы с собой не возьмем жена проводит только до порога до крематория дойдут другие родственники а потом по этим рамаратана дханапай бачан мирабай только святое имя то богатство которое всегда останется с вами ничего более почему же вы тогда прикладываете усилия для того что с вами не отправиться и не пренебрегаете своим вечным духовным благом которое пойдет с вами дальше поэтому все дела с утра задвигайте и уделяйте внимание духовной практике повторяйте святое имя садитесь и воспевайте харь нам ведь именно это пойдет с вами дальше а затем исполняйте свои обязанности и это не просто обязанности это служение для бхагавана потому что деньги это лакшми проявление богини процветания лакшми принадлежит на ранее мы используем деньги для поклонения господу поэтому наша работа это тоже служение для господа дома для кого вы готовите для токурджа предлагайте омхогу предлагаете есть кантемалы у вас на шее если нет кантемалы на шее из ваших рук господь ничего не будет кушать ничего не примет от вас панчи рачита и адама шарира коса металла всегда сговорить что это тело состоит из чего из пяти материальных элементов но наполнена кровью с порожнением мочой поэтому является адхама нечистым например дальше если пойдете в салон красоты выйдите потом на жару на 10-15 минут и все вся ваша красота закончится начнете потеть и пахнуть а с утра просыпаетесь из изо рта запах неприятные выделения из глаз из носа из чистей тела ниже пояса тоже выделение как таким нечистым телом можно служить господу как он примет все эти нечистоты поэтому нужны обязательно кантемалы и столбузы чтобы очистить ваше тело матушка может принести кантемалы чтобы у всех были и оставить все неблагоприятные все запрещенные вещества перестать употреблять и вы тоже что сух скажите что хрена будете повторять носить кантемалы где кантемалы у вас на шее обязательно нужно гурочи говорю что если кантемалы порвались пока вы заново их не одели даже воду не запить потому что когда вы принимаете что-то внутрь то кантемалы то у вас и очищают когда что-то исходит из ваших уст кантемалы тоже очищают эти звуки сейчас эпидемия коронавируса очень опасно и устрашающе если кто-то оставит тело во время коронавируса в том числе и на его теле будут кантемалы то он отправится к господу поэтому старайтесь быть не бездомной собакой а питомцем у которого есть любящий хозяин и приходите пожалуйста в монтир в храм по вечерам у нас идет харикатха сделайте пожалуйста удивление